Сибирь захлестнула новая мода. Теперь, чтобы быть на острие тренда, недостаточно быть просто бородатым и ухаживать за растительностью на лице. Ламберсексуалы, подчеркнуто, не следят за своими бородами и подражают канадским лесорубам. Чтобы выглядеть мужественнее, некоторые из посетителей барбершопов, так называются мужские парикмахерские, идут даже на пересадку волос с других частей тела. Мой коллега Павел Тиунов побывал в Новосибирске, где таких салонов больше всего в Сибири, и узнал, на что готовы мужчины ради красоты. Только здесь арт-директор может встречать гостей в пижаме, официанты с гостями на «ты» и ведут себя как дома. Формат коктейль-баров идет вразрез с правилами классического ресторанного бизнеса. Дресс-код – ничто, имидж – все. Небритые лица сотрудников не смущают начальство. Борода нынче в моде. Это придает черты лица какие-то. И если взбреваешь, сразу такой молодой, становишься ребеночек, а с ней как-то такой побрутальнее все равно. Борода как признак мужика, вот так для меня. Знатоки уверяют, бородачи были, есть и будут. История хранит память о миллионах мужчин, которые носили бороду во все времена, несмотря на вкусы и увлечения. В век современных технологий примерить на себя бороду могут даже те, кто не обладает густой растительностью на лице. Впрочем, что для одних лишь элемент имиджа, для других – целый бизнес, на котором можно неплохо заработать. В барбершопах аншлаг, несмотря на то, что стрижка здесь стоит в 2-3 раза дороже, чем в обычной парикмахерской. Чтобы попасть в кресло к мужскому мастеру, клиенты записываются заранее, многие пользуются косметикой для роста бороды и даже идут на крайние меры. Бывают просто пересадки, делают затылка. Вот ко мне пришел клиент, он прям сделал пересадку вот с этой части затылка, то есть на бороду, чтобы она была более гуще и был просто бородатым. Сейчас вот пошла мода так называемых ламберсексуалов. Это вот простым языком мода ношения бороды. Бороды, как у лесорубов. Такая неаккуратная большая густая борода. Вообще, что такое борода? Борода – это вообще богатство рода. Превратить мифическое богатство рода во вполне ощутимый капитал сегодня стараются уже больше сотни новосибирских предпринимателей. За последний год количество барбершопов в городе выросло в полтора раза. Эксперты полагают, это тот случай, когда предложение рождает спрос. И повальное отращивание оборот – не возвращение к истокам, а успешный бизнес-проект модной индустрии. Стилисты напоминают мода циклично. И по наблюдениям специалистов задерживается в обществе на 8-10 лет. Не исключено, что скоро в тренде будут вновь гладковыбритые лица. Павел Теунов, Игорь Комогорцев. Новости здесь, Новосибирск.